Как бы без песка, но неинтересно пить чай в моряке. Оба, 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 где-то тоже говорили, вот топчик. Ну вот смотри, расцветает, в этом году все так по-другому, не так, как в прошлом кабане. В прошлом мы что-то ездили там в утро и всегда какое-то напряжение постоянное. Мы не знали, как клюет судак по ночам. Он просто может разрывать все в клочьях. Да, кабаны, сегодня в общем выход был, дядя Федор ушел на другую бурлюку. Только он ушел, и там ничего главное не было. А у меня вот там просто раздача. Вы это, я думаю, в этом видосе все увидите, я думаю, видно было, потому что ночь светлая. Сулёки Рафа просто выносил всех, просто там все творилось. На каждой поклевке забросьте поклевка. Так, вот смотри, начали лицо куриное. И самое главное всегда что-то летом хавать витамины. Лук вот я начал жрать, и мне стало гораздо лучше себя стал. Ну а что, песок. Лицо куриное. Я лишь по тренеру и поехал сразу. После тренировки спать надо, а не лазить по перекатам. Сейчас придем, и там вот клевать. Сейчас уже еще напорим рыбу. Я тут попробую в яму, ну где поглубже. Угу. Давай, бабулька. Ну я пожил пока. Пожари. Ты заслужил. Комарики вылетают, это первый признак, что я слез начнется. Дядо Федор заходит. Попытается еще это поймать. Ну я дохаваю яйцо. Второе. Кабаная рыба плюет. И это очень классно, когда она плюет. Вон там луна. Вон тут дядя Федор. Работает. Ну я скоро начну. Так, все. Кабаны. Мы заходим на точку. Да, дядя Федор? Время. Время где-то, ну, короче, час тридцать, час сорок примерно. Уже все расшелло. Сейчас может и судак клевать, и жерец может тоже клевать. В жерец-то я уж не сомневаюсь, я думаю, все равно мы его поймаем. А судак, хрен знает. Ну, как видим, я сейчас же поймал, он тоже клевет вроде как. Да не, не, ты, Федор, меня подначиваешь. Пойдем туда, влево заходим. И постепенно продвигаемся. Все по классике, да? Потому что жереха тут не шпугни. Капец, посмотри, уже затопило полностью остров, на котором я фоткал жереха. Вода жестко прибывает, прям очень быстро, бля. Нам это особо не мешает, как видишь. Но хренеет, бля. Ну, пока мы рыбачим, она поднялась на 10 сантиметров. Вот она тут была, вот здесь. А сейчас уже туда ушла. Перекад, ты видишь, такой стал глубоководный. Нам, кстати, это даже лучше. Да? Да, еще да. Ставь крупные стикбейты и понеслась. Ну все, нон-стопом кабаны ловим. Прямо отсюда вот сейчас забросу. Я думаю, рыба все равно придет. Несмотря на то, что там вода прибыла, там все, что... Утренний жор никто не отменял. Да, вода прибыла. Причем просто на глазах. Подъем воды это же не хорошо, Федор. Для рыбы-то. Вот такие вот дела. Вот такие. Что там, рыба плеснулась у тебя слева? Да, это я брошу. Так вон туда, что ли, ты брошу? Конечно, у меня же запасной школы. Ага. Ну а я на стикбейт... Ну а я на стикбейт порыбачу. Порыбачим на стикбейт и... Ха-ха-ха-ха. Может и на кренке поклюет, кстати, кто его знает. Вода прибыла к обо мне. Сильно прибула. Причем свеча прямо. Подъем такой. Бамс! И все. Ну ладно. Вот здесь. В центре между бурлюками тут обычно рыба стоит. Пока нет никого. Что-то нет никого. Ох ты! Ага! Стукнул, промахнулся. Там еще рыбка так вылетела мелко. Шляпка. Да, поклевка. Так, долбанул. Почему они косят? Ты что, вода, что ли, помутнела? Леха говорил, что на быстрице помутнела вода и поднялась. Подъем воды всегда, в принципе, обусловлен и помутнением. Потому что сегодня очень много поклевок, которые мимо кассы идут. Так хорошо вдарил. Все, есть, 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 есть. Все, все. Иди на мое место. О, хорошая рыба. Хорошая рыба. Иди сюда, вставай. Я пока там заниматься буду. Ты следующего с ними, чтобы не терять время. Иди, иди сюда. Ох! Да, это Рафа просто всех уничтожает. Я пока не знаю кто. Кстати, это судак, скорее всего, он как бы, он просто, ну это, если судак, так он опять сейчас оторвется, блин. А, он в траву опять засел. Ну, короче, тут главное в натяжку держать. Пойду я за ним, короче. Ну, нахрен как залез в траву. Не вижу даже, где он. Капец. Да, это судак хороший. Сейчас солью его. Я его солью, наверное. Хороший судак такой. Ну, хотя заглотил вроде в шахту. Вода-то, вода-то поднялась кругом, блин. Нормальный судак-то, Федь. Да, надо было брать этот самый подсадчик. Вот я ж хочу. Он постоянно за траву зацепляется. Вот опять сейчас. Видишь, он зацепился за траву. Да, есть. Да, это такая... Это... Кабаны, это... Это уже такой, около килошечка. Видно сразу по этому же, что это судак. Капец, ну, мы уже так-то за жерехами приехали. У него, кстати, не было шансов, смотри. Видишь, в шахте павший. Ну, вот. Ох. Как же это круто, кабаны. Ох. Как же это круто, кабаны. Ну, что, такой, около килошечный судачок. Очень приятно. У дяди Фёдора поклёвка была. Водичка поднялась, поэтому стала уловить более комфортно. Поэтому не нужно упускать момент. Не нужно. И так, дядя Фёдор у нас тащит кого-то. Жерех, скорее всего. Эклипс. Ну, что, нормально гнёт? Видишь его? Судакши? Смотрите, дядя Фёдор, как я его запарковал. Вариант, дрифт пенсил, да? Эклипс. Вот такой. Блядь. И очень крут. Этот пенсил как-то начал плавить. Что кабаны дядя Фёдор работают? Он сказал, отпускаем? Да. Да. Ну, понятно. Значит, это он тут слепнулся, да? Да, значит. Ты его так просто снял профессионально. Это ли не счастье, кабаны? Дядя Фёдор. Что, ты троих сегодня уже поймал? Да. Сейчас, конечно, время-то вроде уже не судаковое, а клюют судаки. А где жерех? Ну что, братва? Утро выдалось безладочным. Ни жерех не давал, не вышел на той бурлю-то. Так, всё, тут немножко ещё покидаем, да. Наверное, их будем двигать домой. Сейчас эту бурлю-ку пооткидываю. Плюмочем. Может, с какими-нибудь кранками. Так, немножечко подпекляю. лечение – надо про-паминение. По ходу утреннего выхода за общей никакого не было. Дальние бурлилки покидать на всём тяжёленьким. Давайте попробуем эту технику. Пока идёт, мы идём. Потом будем бросать. Ух ты, как хорошо. Конечно, я не ожидал, что тут наверху кто-то будет голалый что ли. Стоять или он? Ух ты, держаться хорошо. Это такой, блин, божий такой. Короче, клюм очень неожиданно. Прямо на поверх, ну тогда люм поверх ушёл. Блин, бешновато, что-то от кудового голова или яща, наверное. Смотрите, что идёт. Вот так вот, ребята, все чуёте люм может сделать результат. Ох, хорошо. Вот это люм да клёвым. Так, давай-ка иди туда. Что-то просто жесть какая-то. Эх, жировая-то крупная. Я сейчас их подзатянул сильно. Ну-ка, давай. Какой-то боец жёсткий. Не знаю. Ящик, да что же. Да успокойся ты. Я не могу тупо. Это жерер, блин, здоровый причём. Люм маленький. Да что ж. Всё, я не могу, блин, чеченьку сделать. Жиря-то хорошая. Алюм маленький. А жиря-хорошая. Фух. Да, вон, меня прикурить, конечно. Ох. Ребята, посмотрите. Какое великолепие. А вот эти люмочки. Видите? Насколько это крутой вобля. Фух. Знаешь, это фридсон-то затянут. После ночи-то был явлен. Просто боец. Да, килошечка ещё одна. О, да даже больше. Какая килошечка. Чего двести. Копоти он, конечно, тут. Ох. Блин, это просто двести. Просто трэш. Ох. Ох. Дай-ка сейчас. Полежим немножко. Фух. Я могу колбасить жестко. Схватил неожиданно. Прям поверхностно. Это просто великолепно. Дай-ка я покажу его вам. Чтобы было всё чёрто. Да, ультра его нормально отработало. Ох. О, чуёки-люм. Ну да. Это, конечно, кива двести это. Чуёки-люм, это просто в шахте. Ох-хо-хо-хо-хо. Круто. Значит, всё-таки выход жереха будет. Ах-хо-хо-хо-хо. Ох. Ох, да. Ох. 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 Кабаны, температура воды 18 градусов. Прохладненько, очень, я вам скажу. Ну, я в этом костюмчике что-то угорел чуть-чуть. Лучшая рыбалка сезона. Вот такая кабанылышая рыбалочка. Вечером я попал на раздачу, ну, на выход. С утра пришлось так понапрягаться у одного жереха. И судака тоже получилось поймать. В общем, в целом, 10 из 10 лично у меня. Вот у нас дядя Федор двигается. Что скажешь, дядя Федор, какая рыбалочка? Нормально. Ты тоже так судаков потаскал на вариант это, да? Ну, а я, кабаны, искупался. Прям реально взбодрился. А то я прям нагрелся так жестко вообще. А сегодня тепло. Да, залезь-ка в воду-то, я посмотрю, как-то и тепло будет. Нет, не полезу я в воду. А что, кабаны, все, времени, что, начало шестого. Все, тихонько собираемся и двигаем. Это все, что я хотел сказать. Да. Рыбачки на стикбейты, кабаны. Все. Я больше не знаю, что советовать. Я уже устал говорить, насколько это крутые приманки. Да. Какие приманки? Шесть рыбалок из пяти просто раздачи, чудовищные. Чудовищные. За эти две недели я поймал рыбу больше, чем за прошлый год. Вот реально. Реально больше. Да. И это без головля. Это начало. Да, и это только начало, я надеюсь. Это без головля. Только жерех и судак. Жереха, по-моему, вообще, бля, столько не ловил никого. Да. Так что кабаны вам нужны. Вот ты где, прямо вон. Стикбейт. Стикбейт. Все четко. А, что? Ты чайку хочешь заварить? Что? Это weird. Ладно.